Максим, еще раз добрый день. Отвечаю на следующий ваш вопрос, данном списке последний. Объясните, пожалуйста, как вы понимаете послание к римлянам, 14 глава, 1-6 стих. Поэтому для этого мне надо прочитать текст, чтобы люди понимали, о чем пойдет речь дальше. Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что может есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком неравно. Всякий поступай под устоверение своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне? А теперь продолжу читать ваш вопрос. Что Павел здесь подразумевал под немощного в вере? Часто служители манипулируют, если так можно выразиться, людьми, вплоть до того, что если ты не будешь соблюдать особый день, или ты обращаешься за помощью к врачу, просишь пожертвовать на служение, этим самым ты не стоишь в вере и не угождаешь Богу. В итоге таких людей как бы считают недуховными, потому что они не могут жить верой. Так и избирать то, что избираем духовные люди. То есть как бы навязывают свою позицию, как я вас понимаю. На самом деле, Максим, я бы вам ответила здесь с двух сторон. С одной стороны написано, чтобы каждый до какого правила достиг, по тому правилу жил и так мыслил. Потому что что не по вере, то грех. Идет речь, что я не могу жить чужой верой. Я не могу жить чужими стандартами. Это должно быть сформировано в моем сердце. Или, по крайней мере, важно мне понимать, почему я так поступаю на основании Священного Писания. Что касается немощных в вере, то я как раз видела другую картину. Когда люди, которые говорят, я немощный в вере, и потому вы должны меня так слышать и понимать. То есть совершенно привыкшие к каким-то форматам, каким-то, может быть, традициям, религиозным правилам, навязывают эти правила другим людям с учетом того, что если вы не послушаете то, и начинается какая-то манипуляция, предлагающая какие-то форматы поведения. То мы видели в церквях, по крайней мере, я в своей жизни видела часто, когда подобного рода люди манипулировали решениями тех, кто был во главе церкви. Именно потому, что навязывали свою позицию, ссылаясь на текст немощной веры. То в таком случае, если ты немощный в вере, то тебе надо поучиться и послушать, что тебе говорят. Если тебе скажут, что это не грех, то это не грех. А если тебе хочется манипулировать, то это уже совсем другая природа. И поэтому нельзя давать немощным в вере управлять церквями из-за того, что манипуляция этим местом Писания часто происходит. Что касается, когда наоборот старшие люди манипулируют мнениями других, то здесь, конечно же, это просто элементарно. Дух религии, дух контроля. Потому как мы не можем навязывать человеку рост, которого он еще не достиг. Невозможно ходить в обуви, которая на 5, на 7 размеров больше твоих ног. Поэтому это все то, что тебе не позволит передвигаться. Поэтому дайте людям естественным образом расти, возрастая в Боге. И если навязывается какой-то образ действия, то надо сначала принять образ мышления праведника, а потом уже посмотреть, какое действие осуществлять. Поэтому, безусловно, я никак не могу поддержать хоть одну, хоть другую сторону, которая пытается манипулировать чьей-то позицией. Поэтому каждый из нас отвечает по мере собственной веры и собственного возраста. И еще раз повторяю тот текст. Кто до какого правила достиг, потому правил живи и так мысли. И это будет уровень твоего роста дальше. Потому что если ты в том, что тебе понятно, известно, честен, то ты продвинешься и дальше. Даже, может быть, изменится твоя позиция, но, по крайней мере, ты был честен в том, во что верил раньше. И Господь откорректирует и позволит остаться честному внутри человеку, но и продвинуться вперед. Всего доброго, Максим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»